Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Что, опять слэк, спросите вы? Да, опять слэк, отвечу я. Сначала про достаточно простую, но удобную интеграцию, а именно интеграцию с Gmail. Сегодня вообще пройдемся по Google. Gmail — это приятный довесок. Я бы не сказал, что это сильно упростит работу, а вот интеграция с Google Drive, о которой я расскажу ниже — это прямо бомба, мне кажется. Но сначала про Gmail. Следите, какие аккаунты с какими вы связываете. Тут может быть серьезная путаница, если у вас их несколько. Если ничего не заработает, копайтесь в том, что и с чем вы связали. Собственно, все. Теперь в Gmail у вас появляется новое приложение, которое предлагает открыть какое-нибудь письмо. Тут надо, правда, еще раз связать Gmail со Slack. И теперь вы можете отправить это письмо, например, себе в качестве сообщения в Slack. Оно придет вот в таком виде. Это первый вариант. Второй вариант — это отправить письмо в качестве сообщения кому-нибудь или вообще в общий канал. Нажимаете поиск и выбираете, кому отправить. Например, General. Что мы имеем? Вот такое сообщение в General мы имеем. В приложении, Gmail у нас не появился, потому что никаких дополнительных действий осуществлять мы не можем. Только делиться письмами. А вот следующее приложение у нас в приложениях появится и вообще сильно упростит работу. Речь идет о Google Drive. Установка достаточно стандартная, заострять внимание на ней я не буду. Еще раз, что-то может пойти не так только в том случае, если у вас есть путаница с аккаунтами. У меня, кстати, была. Все. Вот у нас появился Google Drive. По-моему, по умолчанию уведомления включены, но можете на всякий случай написать on или start в качестве команды чат-боту. Команда пишется без слэш. Итак, как мы отправляли файлы до установки приложения? Мы заходили в Google Drive. Копировали ссылку. Возвращались в Slack. Находили человека. Вставляли ссылку. Да еще в первый раз рассказывали Slack, что это именно файл с Google диска. Как это нужно делать теперь? Нажимаете прикрепить. Выбираете Google Drive. Находите файл. Отправляете файл. Круто, круто. Но это еще не все. Теперь из Slack вы можете еще и создавать файлы в Google Drive. Тут есть Google Doc, презентация и таблица. Заголовок, то есть название документа, комментарий в Slack, если нужен и кому вы расшариваете. По умолчанию стоит тот, кому пишете, но можно расшарить где угодно, естественно, включая каналы. Нас перекидывают в Google Drive с тем, чтобы мы собственно что-то написали в документе. И приходит сообщение, что этот документ пока не видим для получателя сообщения. Это логично, потому что пока он пустой. Глупо было бы делиться пустым документом и судорожно его начинать заполнять, чтобы получателя не удивлял чистый лист, расшаренный с ним. А вот уже когда вы документ создадите и оформите, можно вернуться в Slack и опубликовать его в беседе, назначив право. В данном случае реципиент имеет право предлагать изменения. О том, что такое предложенные изменения и почему ими следует пользоваться, у меня есть скринкаст. Ссылка в описании. Все. У собеседника сообщение будет выглядеть вот так. Отсюда же он может перейти в Google Drive и предложить свои изменения. Более того, оставить еще какие-то комментарии лично мне. Отметив Вова Ломова. И у меня в закладке Google Drive в Slack появится уведомление, что Вова Ломов оставил комментарий. Но и это еще не все. Я могу ответить на этот комментарий прямо отсюда. Стартовав тред и мой ответ появится в Google Drive. На самом деле со стороны Владимира Ломова писать комментарий «посмотри» был не нужно. Поскольку о предложенных им изменениях я и так бы узнал, поскольку оповещение об этом также приходит в Slack. Просто иногда с задержкой. Вот такая история с Google Drive. Всем, кто активно пользуется Slack и Google Drive, я уверен, такая интеграция будет крайне полезной. Еще раз напоминаю, Slack есть у нас в программе тепло-диджитал, а значит НКУ могут приобрести его бесплатно. Ссылка в описании. Все, теперь возьмем небольшой тайм-аут, но к Slack я, мне кажется, буду периодически возвращаться. В том-то и отличие крутых программ, что даже если вы уже пользуетесь Slack, вы всегда можете поднять уровень и решать задачи быстрее и удобнее. У крутых программ всегда есть потенциал и его надо раскрывать. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ну и любите друг друга. Субтитры сделал DimaTorzok